здравствуйте значит сегодня мы приступаем к работе по вентиляции в подвале ну для этой цели ну во первых значит теоретически она будет выглядеть следующим образом значит если значит смотреть на подвал сбоку сбоку значит мы значит сделаем вот один вот трубу видео на 4 вторую трубу которую мы проведем и отпустим до низу отпусти до них значит что для этого надо для этого надо для этого надо нам именно значит из подвала вывести трубу на улицу но но если говорится если бы сразу делали можно было бы уложить эти трубы но мы сначала сделали подвал а вот сейчас будем делать вентиляцию для этой цели вы сделали бур вот такой вот такой бур разобранный вот в основании его труба идет с ножами с ножами перед этим мы значит делали значит проводили водопровод в дом значит делали тоже трубу ну поменьше в меньшего диаметра с ножами свелили все получилось у нас там если кому интересно можете посмотреть ну значит сейчас будем более большую трубу проводить соответственно большего диаметра но у нас расчетная труба вот это у нас на 110 110 вот видите она теоретически должна подойти говоря о трубах вот видите они разного цвета но одного диаметра но есть у нас у нас белая труба бывает вот видите такие серые вот такие вот такого цвета коричневого можно сказать но кстати по стоимости самые дорогие получаются белые а самые дешевые вот такие вот эти трубы значит что у нас первоначально было задумано вот сделали вот этот бур более значит он замерил он где-то в районе 250 в районе 250 нам поселить просвелить по всей видимости будет надо немножко побольше где-то около ну да вот 250 нам где-то надо будет просвелить это 28 около трех но посмотрим может быть и 250 хватит значит предварительно то есть теоретически подготовили значит будем или значит крутить электродрелью но это не очень мощно для меня есть паба помощнее но я мощный дрелью боюсь и крутить почему потому что если где-то камень схватит закусит там может и руки оторвать так что твоя опасность велик а это если что-то схватит она просто становится или же вот вручную вот трещо . трещо . и поехали и поехали значит почему я здесь не сделал воротки воротки потому что сверлить будем под самым потолком соответственно уже вороток здесь не пойдет ну вот пожалуй вот эта теория сейчас отпустим все в подвал да забыл сказать что сверлить мы будем знать из подвала на улицу из подвала на улицу спустим в подвал посмотрим как это будет получаться ну единственное что в подвале конечно достаточно темно возможно будет плохо видно ну посмотрим если что не увидите расскажу так поедем дальше вот надо задать себе вопрос нужно ли нам вообще вентиляция в погребе или не нужно или вот этот конкретный ответ вот эти значит опалубку опалубку мы ставили когда значит заливали потолок подвала вот поставили потом хотели значит через месяц ее снять но в течение обстоятельствами получилось наша палубка простоялась практически всю зиму сейчас уже весна вот начали снимать нужно вернее вчера сняли вот видите что получается с опалубкой видите ну прямо скажем что значит доски мы не готовили то есть мы их не покрывали ничем но это не постояли видит плесень это это грибок очень сильно влажный очень сильно влажно значит здесь явный вывод что значит вентиляцию в подвале делать обязательно необходимо другой вопрос можно и сделать значит в подполе вентиляцию но это тоже плохо почему потому что значит все вот эти пары все будет под полность будет нас это гнить пол ну соответственно потому будем выводить вентиляцию на улицу но здесь думаю его и у кого вопросов не будет возникать что вентиляция нужно потому будем ее и делать вот сейчас отпустимся вниз включим свет посмотрим и начнем делать вот спустились в подвал вчера буквально сняли опалубку но потолок получился более-менее нормальный такой почему ну потому что моего здесь стояла нормально получилось хорошо значит но если внимательно посмотреть внимательно посмотрите вот на подвале сырости вот капельки влаги везде влаги везде ну почему потому что я уже говорил вентиляции здесь не было простоял длительное время всю зиму ну что хорошо что хорошо видите значит воды воды в подвале нету здесь мы еще не убирали ничего воды в подвале нет значит сейчас попробуем начать попробуем начать возьмем два вот отвертки вот такой да и молоточек сначала мы предварительно обдолбим обдолбим вот здесь вот где будем бурить потому что бетона остался вот так вот и после этого вот расчетная такая что здесь значит будет одно отверстие здесь другое как получится бур как всегда делали на глаз посмотрим может даже и не войдет да нет войдет легко будет легко и здесь достаточное расстояние пока дрелью а дрели говорить рано будем а скорее всего не начал умерить его на кусочек бетона кусочек бетона ну бетон бетон соответственно что бурить не будет надо его выбить возможно будет вот Какой хороший камень, этого видно, вот он камень, вот он, как говорится, страх нашей работы. Хорошо, что сначала попался, если у нас опять, если у нас будет 3 метра, да и хороший камень такой. Если у нас будет 3 метра, то вообще не думать, этот камень будет еще и один. Так что, посмотрим, хороший такой. О, не верю, не верю, сможем мы его вытащить или не сможем. Так что, здесь, конечно, сначала нам, как всегда, повезло, как всегда, повезло. Видео, груз достаточно такой жесткий. И так, и камень попался. И, наверное, нам придется сделать перерыв. Перерыв и принести сюда инструмент, который накопали. А там есть у нас топор приваренный к штоку. И вот этим топором, я думаю, этот камень мы, что, вытащим. Ну, посмотрим. А хотя, хотя посмотрим. Это вроде начал слиться. Ага, начал. Да не начал. Начал, да не начал. А вот он. Вот он родной. Вот он родной. Вот я о чем говорил раньше. И вот повторюсь. Вот такие вещи хорошие, подарочные. Нам в этой работе не нужны. Ну, посмотрим. Сначала первую вещь достали. Посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше. То есть, конечно же, по камню бурить не будет. Бурить. Ха, здравствуйте, приехали. И далее, как через минуту достали еще один. Ну, если так все пойдет, то это будет шикарно просто. Работа будет шикарная просто. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Это может специально кто-то подвозил, да? Ну, у него не ледяной. Как раз вот здесь, где мы начали бурить. Ну, сейчас вот еще попробуем. А потом, как говорится, будет видно. Но, эта работа будет, наверное, не одного часа. А может даже не один день. Посмотрим. Вот что-то вроде идет. Непонятно. Прямо что-то непонятно. Оттуда. Все хорошо. Вот теперь видно. Набирает она или не набирает. Камень какой-то, наверное. Утаскиваем. Утаскиваем. Так. Так, ну вот. Видно, что пробурили немножко. Видно, она еще. Ну, уходит хорошо. Все. Как говорится, начать в начале. Начать в начале. Ну, надо сделать перерыв. Потому что поддеть, попить водички. Принести кучу ломов. И будем маленько поддалбливать. Немножко бурить. Посмотрим, что из одного получится. Продолжаем работу потихоньку попозже. Пробурили где-то сантиметров 80-90. Ну, около метра будем так говорить. И получилось, что попали, как раз вот у нас бурение пошло ниже фундамента на песчаные подушки. Но выше, чем гравий. Ну, особенность такая. Мы когда вот, самое, заливали, заливали, значит, фундамент. Вставляли арматуры. И вот как раз попали в одну арматуру. Сейчас будем думать, как это решить, как проблему эту решить. Но вот если посмотреть. Ну, арматура десятка. На удалении метра отсюда. Соответственно, ни болгаркой ничем не возьмешь. Попробуем, может быть, сейчас электрод надрастим его. И попробуем срезать эту арматуру. Почему? Потому что в другом месте бурить не хочется. Потому что такая работа большая сделана вроде бы. И здесь вот уже... Ну, будем так, сейчас что-то будем делать. Что-то будем решать. Видите, вот она? Арматура. Кстати, ее очень хорошо видно. Видно. И она получается где-то... Ну, сантиметров 15, наверное. Нет, и там она завершается. Надо верхнюю часть арматуры срезать. Вот первоначально, когда начали бурить, видите, как раз уперлись в верхний... Вернее, сверху вот уперлись в нижний край фундамента. Немножко, значит, где-то сантиметров 5 ниже взяли, начали бурить и попали в арматуру. Вон, вон, арматура десятка. Вот сейчас будем решать, как ее удалять. Но не хотелось бы в другом месте бурить, потому что, если начнем в другом месте, та же самая картина, тоже может попасть в арматуру. Тем более, нам еще вторую трубу... Для второй трубы надо будет бурить. Надо будет этот вопрос решать. Пока не знаем, как будем это делать. Опа, ну, наверное, будем. Сейчас попробуем сваркой срезать, потому что, ну, болгаркой туда никак не подлезешь. Ножовкой тоже, пожалуй, не подлезешь. Согнуть, ну, очень сложно, проблематично. Тем более, хорошо ее не согнешь. Попробуем срезать. Ну, наша задача сейчас обрезать арматуру, которая находится на удалении где-то, ну, около метра, может, чуть побольше. Что мы делаем? Мы сейчас попробуем вот этот электрод приварить к вот этому металлическому прутку, а там потом в подвале попробуем, попробуем эту арматуру срезать. Что из этого получится, будет видно. Так, поставим. Надо бы, конечно, было задать чем-то. Так, с одной стороны, ну, и с другой стороны прихватим его немножко. Немножко. А там еще будет, может быть, длинноватый, конечно, ну, ладно. Так, вот, пожалуй, все. Значит, орудия труда мы приготовили. Сейчас приготовимся, там будем работать. Так, вот, чуть-чуть немножко выровнять его. Вот так, вот так оно. Немножко остынет, и все будет хорошо. Так, поехали туда. Я сейчас уберу, но посмотрим, что из этого выйдет. Здесь все сыро. Здесь все сыро. Надо бы, конечно, нам что, конечно, нам варежки было бы одеть лучше. Сейчас мне будет только эти варежки. Из этого пирога может и не выйти ни черта. Ну, посмотрим сейчас. варежки не так я бы суда все хорошо а земли нету пока ничего нет кстати может и больше сахаре тут еще не убили нормальный попробую здесь попробую здесь так Так, такая длинота. Сейчас вот так сюда сначала. Так, сюда сначала. А потом сюда попробую здесь. Так. Вот так. Здесь есть. Здесь есть. А там нету. А там нету. Здесь значит нормально. Если так вот повыше сделать. Надо сначала, я думаю, обколотить. Сейчас, это самое, ржавчины слишком много. Сейчас я возьму, обобью. Обобью саму арматурку. Так. Подержи, ага, спать, что убитая у тебя тут. Так, сейчас на верху. Так. Я от камеры не бы тронусь. Я вроде бы чистая. Вроде бы чистая. Сейчас не догляну. А так, если. Так. Так. Вот и молотком. Крепить можно, что лучше хоть. Можно, кстати, ее приварить. Сейчас попробую, еще ее просто в арматурке приварю. Попробую приварить. Это видно. Так. Давай эту штуку. Сюда. 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 Сюда она не получилась. Сюда она не получилась. Все содержимое. А дальше отмениваем. Так. О. Ага. Есть контакт. Ага. Прискликается. Вот сейчас бы маску как раз хорошо было. Ну-ка. Сейчас положим фонарик сюда. Ага. Сюда. И попробуем маску одеть. А здесь в этом промежутке ни хера не видно. Сейчас я что-то вижу, да? Да только что-то. Что-то там пошло. А что? А что? А что-то еще? Ну, это еще, это. А что-то, это вышло. Да. Так, я сейчас. Так. Пойдем в интервью. Ага. Все в дыму. Видно еще. Так, ну, ничего видно. Ага, резкость надо носить, ай, хрен, ну, видишь, нет, арбатура стоит, совсем ее не разрезал, дай, смотри, давай. Ага, а почему она не пошла, так, вижу, но не очень, ага, ну, где-то половина, половина, где-то половина, но не больше. Так, все, еще одна попытка, мне кажется, там большой, большой, Паша, большой, да, этот круг выгорает, блядь. Блядь, слишком большого не надо. Блядь, 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 блядь. или и и и и и В маске не еда ничего. Все отсюда и горит. Это сейчас можно уже поломать, ради же обломить этого не могу. Сейчас немножко пойдет. Как большой? Слишком большой. Электрод обгорает и пиздец. А нахуй. Вот так. Ихера не видно. А все. Все. Подумаю, все. Сейчас посмотрим, а литер еще стается. Все, векер с саглями прошло. Посмотрим. Идем. Посмотрим. Так. 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 Мне кажется, его нету. Кажется, его нету. Посмотри. 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 Он плохо видно, конечно. Видно? Видишь? Вроде бы срезали. Вроде бы срезали. Но, скорее всего, нету. Но, скорее всего, нету. Сейчас посмотрим. Вуром возьмем, пойдет или нет. Ну, все, возьми, давай. Сейчас попробуем. Все, хорошо. Ладно. Вроде бы нету. Ну, дымно, видишь? Сейчас. Дымно, все. Пойдем, ладно. Нету, нету, нету. Срезали, да. Ну, все, эту проблему решили. Все, давай. 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 Дымно. Ворот, вон ровно шинфак. Ворот, Venя, вон ровно шинфак. Например? Фундамент уже пошли. С другой стороны буду копать. 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 И будем продвигать вместе с этой металлической трубой. И бур будем бурить. Можно пластиковую, но я боюсь, что пластиковую загубим. А так будет достаточно, должно быть нормально. Но посмотрим. Если сегодня не успеем, то завтра будем заканчивать. Вот уже пробурили два отверстия и установили трубы. Но будем говорить, что главная трудность была пробурить. Но это с этой трудностью справились. Ну вот бур первоначально я показывал вам. Бур нормальный. Все, здесь вот ножи были, ножи были. Но попало в очередной камень. Вот здесь камней у меня полно было. Попал в очередной камень. И проблема была вытащить. Пришлось ножи убрать. Сделал вот типа ложки. Типа ложки. И вот этим, этой ложкой и бурил. В целом бур неплохой. Нормальный. Но надо бы вот этот, видите, получается, что захватывающий элемент очень маленький. Очень маленький. Надо бы сантиметров где-то 30-40 сделать. Это было бы получше. И металл, больно мягкий. Мягкий, но в виде начинает гнуться. Ну и вот я пробурел потом, где надо почистить очень хорошо. Здесь я вот немножко отогнул. И вот где надо почистить, чтобы хорошо установить трубы. Ну в целом, я считаю, что неплохо получилось, нормально. С этой задачей справились. Ну и сейчас устанавливаем трубы. Здесь в принципе проблем нету. Одну желтую установили. Вот это будет одна труба. Труба такая ставится, другая будет выходить. Значит в крайний угол подвала. Ну в принципе здесь проблем-то никаких нет. Вот чтобы закрепить трубу, я значит решил использовать просто проволоку. Потому что специальных приспособлений не приобрели. Ну и проволока будет достаточно хорошо. Ну вот сейчас вот трубу возьмем. Маленько ее помажем силиконом. Маленько силиконом помажем и будем устанавливать. Что хорошо, мне вот эти трубы очень понравились. И то, что очень хорошо с ними работать. Очень удобно, легко. Они хорошо режутся. Они хорошо режутся. И вставляются тоже достаточно неплохо. Просто встыть. Берем и вставляем. Берем и вставляем. Так весело, весело. Я не знаю. Маленько неудобно. Один-то я смогу, нет? Ну постараюсь, короче. Вот так вот. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Еще. Так вот. Ну в принципе почти встала. Почти встала. Немножко не встала. О, вот. Еще немножко. Еще немножко. Ну вот. Сейчас. Ну вот. В целом нормально. В целом нормально. И здесь я, вот видите, линию провел. Крепил, значит, брал просто шайбу, шестерку, саморез и проволочку. Зажимал ее. Ну сверху еще там четверочку, шайбочку. Зажимал и будет, значит, вот таким образом устанавливать. Но сделал немножко под наклоном. Немножко под наклоном. Она получается, там идет вверх немножко наклон, но и здесь немножко наклон. Для чего? В случае попадания какой-то влаги, чтобы там не закисало, она будет просто, как говорится, стекать. Ну и в то же время, я так думаю, что будет лучше вентиляция. Ну все, пожалуй, здесь. Ну а завязывать будем просто так. Берем раз вот. Здесь раз, просто те же не завязали. Ну я думаю, что еще посмотрим. Продолжаем работать. Подходим к завершению уже. Ну вот сейчас решили, значит, утеплить две трубы, которые будут выводиться. Вот сейчас вторую трубу утепляем. Утепляем следующим образом. Мы взяли пенофол, кусочек пенофола. И вот этим пенофолом вот так, таким образом, что делаем, обворачиваем. Вот так вот и вернули. Видите, вот. Вот он обернулся. Так, так. Чтобы надо зафиксировать. Просто всегда вернули. Фиксируем ее. Скотчем. Посмотрите, если посмотреть, получается практически два оборота. Можно побольше, можно поменьше. Но я думаю, этого будет достаточно. Можно не обрывать, натягивать сразу. Не обрывать, она обрывалась. Ну ладно. Она, в принципе, уже держится. Вот после того, когда вот так обмотаем, берется лента. Лента. И при этом мотать надо ее обязательно снизу вверх. Для того, чтобы если дождик, чтобы она что, скатывалась. Скатывалась. Вот так мотаем. Опа. Вот так и мотаем. Сейчас. Немножко замотаем его сюда. Так. Замотаем сюда. Так. Первый оборот. Первый оборот можно побольше. Пусть первый оборот можно побольше. Вот так вот. А потом уже можно и поменьше. Так вот. Видите? Оно идет внахлёст. Внахлёст где-то сантиметра, сантиметра полтора-два. Так потуже немножко. Вот таким образом идет. Так вот. Можно это делать и уже когда уже установишь, чтобы... Ну, так вот на месте она вроде бы полегче. Вроде бы полегче. Хотя у многих товарищей не утепляется всем. Может быть, это и правильно. Вот. Решили утеплить. Главное нам, чтобы ленты хватило. Так вот. Чтобы хватило ленты. Так. А так вот. Так вот. Видите, что завершение идет. Завершение. Идет один оборотик. Бухгалерный один оборотик. Нам надо еще один оборотик. И вот практически этот оборотик у нас что? И получился нормально. Этот оборотик и получился. Так, единственное, что у нас скотч. Ромотарь надо будет. Так вот. Вот так вот и все. Вот. Практически готово. Так, сейчас мы ее подержим. И надо нам пойти, где он оборвался. Но это не так просто. Ребята, демократы, только чай. Ага, вот вы же здесь. А мужики лет. Что-то я не очень вижу этот конец. На, смотри. Так вот. Обнаружили конец скотча. Хотя тут. О, что-то он рвется у нас. Не очень качественно, наверное. Так, теоретически должно заматываться хорошо. Вот так вот. Заматываться и замотать именно вот этот конец, который здесь остался. Вот так вот. Вот таким образом. Вот. В целом нормально. Но рвется. Значит, вот здесь так мы замотали. Он уже все нормально, все стоит, все хорошо. Но надо обязательно его что? Закрепить веревочкой. Вот такая веревочка. 2,5 мм. Можно и потолще. Можно и 3. Можно и 4. У кого что есть. Можно проволочкой. Заматывается это очень просто. Берется вот таким образом. Раз. Вот. Вот так вот. Я бы что-то рискнула сюда поставить. Вот сюда. Вот. И катушечку сюда. Раз. Два. Три. И натягиваем. Вот так вот. Раз. Натянули. Оттянули. Прошли. Проехали сюда. И снова. Снова протягиваем. Протягиваем где-то. Получается. Шагом где-то 7-5 см. Вот видите. Вот так вот. Вот она. Вот так вот. Вот видите. Вот она заполнилась. Можно поправить здесь. Если что-то никому-то не нравится. Можно поправить ее. Снимаем раз. И поехали снова. Так что. Это не сложно. Очень просто. Вот. Вот она. Видите. Вот и шаг. Получается хороший. Все одинаково. Еще в одну сторону. Вот она. Немножко придержать надо. Так раз. И поехали. Можно. Можно и побольше. Можно и побольше. Никуда он не денется. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Раз. Вот она. Видите. Вот получается таким образом. Пока мы скультим. Резиночка выпала. Поставим резиночку. Слишком далеко ушла. Маринка слабит надо. Вот. Раз. Поправим ее. Вот так. Раз. Вот здесь. Видите. Так можно. Разницы-то и нету большой. Можно сюда. Можно сюда. Разницы-то и крутить. Разницы нету. Так. Поправили. И натянули. Вот таким образом. И завершаем это дело. Так. 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 И здесь. И здесь просто. Таким же образом вяли. И зафиксировали. Раз. Два. Три. Ага. И зафиксировали. Вот так. Сюда пошла она. Так. Таким вот образом. Вот. Все. Вот это у нас завершающий виток. Берем так. Так мы натянули. И вот так вот. Вот так вот. И завязали. И завязали. Вот так вот. Так. Два. И три. И три. Так. Это мы здесь обрезаем. Это мы обрезаем. И спичками. Ну, спичек. Сормально. Верно. Да. И чеклетов. Не забудь поджечься немножко. Вот все, пожалуй. Сейчас это все подготовили. Сейчас резинку вставляем. И будем устанавливать трубы. Трубы. Чтобы установить лучший вариант. И хорошо вырезать смазкой силиконовой. Можно любой другой. Так вот одна труба. И вот другая. Оп. Вот другая труба. Так. И сейчас мы здесь то же самое. То же самое проведем. Не очень течет. Верх ногами не хочет. Все. Так. Готово. Начнем, наверное, вот с этой. Которая повыше. Которая повыше. Так. Так. Здесь. Если придется умудриться. Надо поддержать ее. И в то же время надо так. 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 Наверное. Верно. Так. Опа. Все. Встало. Все. Все встало. Все встало. Так. И вторую. И вторую трубу. И вторую трубу. Так. Ага. Видите. Подолще стало. Хотя. Постоянно-то нет. Ну, там и есть немножко. Посмотрим. Это не идет. Я. Силы не хватает. Посмотрим сейчас. Это не идет. Первая встала. Хорошо. Можно и с руки просто. Ложать просто не с руки. Я боюсь, чтобы уголок не вскочил. Оп. Вот сейчас она встала. Ну, вот она уже стоит. Уже стоит влево-вправо. Мы ее поправим. Я думаю, мы здесь еще сейчас заколотим столбик. Заколотим столбик. Для того, чтобы он веселее стоял. И лучше держался. И в завершении здесь надо, конечно же, здесь какое-то от дождя укрытие сделать. Ну, скорее всего, мы это приобретем. Ну-ка. Что-то вроде тянет. Что-то вроде тянет. Ну, будем считать, что тянет. Ну, вот. И, пожалуй, завершили эту работу. Сейчас осталось нам это дело засыпать. Это засыпать. Ну, в подвале, если глянуть еще, посмотреть, что там как получилось в завершении. Ну, давайте пройдемте посмотрим. В подвале работа по установке выделяции завершена. Завершена. Ну, вот еще здесь получается, что установили две трубы. Вот эта, которая, значит, сюда. Поток воздуха. А эта из подвала, который уже запенили уже. Ну, пена не свежая, конечно. Надо бы еще потом подклинить. Подрежем, подклиним еще. Закрепили ее на проволоку достаточно крепко. Видите, как много стяжек поставили. Ну, как говорится, слишком много. Надо было меньше штучки 2-3. Ну, так вот. И здесь вот, здесь у нас, видите, получается снизу. И вот уже смотрели, значит, проверим, значит, как она начинает тянуть. Ну, ага, для полной, для чистоты эксперимента надо еще здесь люк закрывать. Чтобы люк был закрытый. Ну, и так пойдет. Вот, ага. Вот и чистота эксперимента. Спички даже спичек-то и нету. Вот какая-то спичка нашлась. Так, сейчас посмотрим. Подводим ее. Ну, вот она, видите, вот она. Вот она туда уходит. Уходит, значит, что? Тяга есть. Сейчас испалить еще другого. Ну, вот, значит, тяга есть, значит, все нормально, все пошло, все хорошо. Сейчас на улице засыпаем трубы. Закрепляем эти трубы. Значит, какой-нибудь там уголок забьем. Закрепим и будем поднять итоги. Работа по вентиляции подвала завершена. Вот мы вывели две трубы. Вот одна, другая. В подвале вы видели. Значит, в период работы столкнулись с определенными трудностями. Это очень сложно было пробурить. Пробурили где-то в районе 2,50. Где-то, да, 2,45-2,50. Пробурили. Установили трубы. Закрепили. Ну, это было все на ваших глазах. Я думаю, каждый, кто захочет, сможет тоже себе сделать вентиляцию. Ну, главное, что мы, когда сделали вентиляцию, мы не повредили ни фундамент, ни отмостку. Все нормально. Здесь мы ее закрепили. Вот, видите, установили здесь вот трубки металлические, алюминиевые. Значит, нахомуты затянули. Установили вентиляцию. Мы при этом не повредили ни фундамент, ни отмостку. Все нормально, все хорошо. И можно было, конечно, и рыть. Рыть, ну, тогда, во-первых, очень трудоемко. Во-вторых, отмостка 100% была порезена. Ну, и вот здесь вот установили здесь металлические трубки. Закрепили хомутом. Пока, значит, земля не просела, не просела, значит, трубы будут за счет этих трубок держаться. А как просядет, в принципе, она и так будет. Осталось нам, что, поставить здесь еще что-то от дождя. Ну, это посмотрим, приобретем или сами сделаем. Ну, я думаю, каждый сможет такое себе сделать. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова